приветствую вас дорогие друзья очень часто задаваемый вопрос почему суббота почему этот день важен так для господа почему он важен так для церкви писание говорит об этом очень много и много мест библии говорят об этом не как о святом дне одни которые не безразличен богу и не безразличен церкви иисуса христа чтобы более тщательно исследовать и узнать почему суббота давайте мы обратимся к писанию где изначально бог утвердил этот день как день освященный я прочту это будет быть и 2 глава так совершены небо и земля и все воинство их и совершил бог к седьмому дню все дела свои которые он делал и почил в день седьмой от всех дел своих которые делал и благословил бог седьмой день и осветил его ибо в онный почил от всех дел своих которых бог творил и созидал первое что сделал господь после шести дней творения он благословил седьмой день и поэтому очень важно для христиан в целом почитание этого дня если для бога это было настолько маловажным то он бы не включил это в заповедь которую он дал всему человечеству многие люди говорят что именно заповеди относятся большей частью еврейскому народу то есть к ветхозаветному служению но яков говорят во второй главе 11 стихом говорит так тот кто сказал не прелюбодействуй сказал и не убей тот же кто сказал добавлю почитай отца и мать сказал и помни день субботний вот очень важен ли этот день нынешнее время что он несет собою пытаясь это донести до израильского народа исая говорит он показывает то что субботний день он несет не только отдых для плоти но он несет внутреннее состояние человека несет мир и благословение господне я прочту это будет 58 глава исаи с 13 стиха писание говорит так если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихоти твоей во святой день мой и будешь называть субботу от радою святым днем господним чествуемым и почти еще тем что не будешь заниматься обычными твоими делами угождать твои прихоти и пустословий и тут был дает обетование то будешь иметь радость в господи и я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие иакова отца твоего уста господни изрекли это важность субботы не потому что ее избрали люди но потому что всевышний бог заложил в ней очень много своих признаний и силы который сокрыл этом что мы делаем исполняя день субботний мы признаем небесного отца как творца об этом написано также в писании исход 31 глава 16 стиха и пусть хранятся на израиль вы субботу празднуя субботу в роды свои как завет вечный это знамение между мною и сынами израилевыми вовеки потому что в шестой день сотворил господь небо и землю а в день седьмой почил и покоился почитание субботы это признание небесного владыку как творца бога который в шесть дней сотворил весь наш мир а в день седьмой покоился и заметьте одно если кто говорит что суббота была дана на синае нет она была дана намного раньше она была от сотворение земли и поверьте что манна которая была до синая в субботу не падала почему потому что всевышний бог в это время покоился и этим самым он приучал израиль к покою чтобы они поняли что пища которую бог дает на каждый день она дается господом в шесть дней и заповедь грюч 6 дней работать если многие люди говорят о том что это только ветхий завет об этом говорит давайте мы обратимся к новому завету как об этом говорит новый завет как об этом говорил сам иисус как говорили апостолы и как люди которые всю жизнь иисуса который был на земле при его служении общались ходили с ним как они исполняли субботу чтобы в дальнейшем не было вопросов почему суббота мы откроем давайте вместе такой период жизни который был после смерти иисуса христа речь пойдет о женщинах которые долгое время ходили за ним которые общаясь с ним понимали значение дня субботнего я прочту это будет луки 23 глава с 54 стиха это говорится речь о том когда иисуса уже полагали в гроб день тот был пятница и наступала суббота последовали также и женщины пришедшие с иисусом из галилеи и смотрели гроб и как полагали тело его возвратившись же приготовили благовония и масти и в субботу остались в покое по заповеди если бы их христос отменил субботу неужели бы женщины не прислушивались а к его мнению и они остались а по заповеди в покое смотрим другой вопрос сам иисус заботясь о том чтобы церковь его голубица которая впоследствии будет благословена именно всевышним богом в чудесах знамениях она также чтила и помнила этот день мы откроем давайте это будет уже новый завет это будет мотфея это 24 глава иисус дает завещание апостолам говоря о трудных временах говоря тех моментах когда будет очень тяжело людям скорбные дни и он говорит им такие слова двадцатым стихом 24 главы молитесь чтобы не случилось бегство ваша зимою или в субботу почему для иисуса так важно чтобы бедствие не случилось а в субботу я могу понять многих если это будет зимой когда холодно когда с детьми не удобно передвигаться в трудное время но почему-то христос говорил о том чтобы очень важно это не случилось а в субботу и он дает повеление церкви молитесь об этом потому что христос очень много влагал в этот день он очень много видел в этом дне и поэтому он церкви оставил такое завещание также мы обратимся к апостолу павлу человеку который был движим духом святым и организовал очень много церквей и и он прекрасно понимал также значение этого дня он прекрасно видел что это важно для народа божьего и я прочту это будет послание к евреям тем людям которые признавали христа которые искали его которые поклонялись иисусу я прочту это место это будет евреям 4 глава где павел очень четко объясняет и говорит о покое беря во внимание три аспекта буквальным словом он наслаивает три варианта он наслаивает три мысли о которых он хотел донести евреям давайте прочтем все вместе 4 глава сначала посему будем опасаться чтобы когда еще остается обетование войти в покой его не оказался кто из вас опоздавшим ибо и нам оно возвещено как и тем но не принесло им пользы слово слышанное нерастворенная верою слушавших и входим в покой мы уверовавший так как он сказал я поклялся во гневе в моем что они не войдут в покой мой хотя дела его были совершены еще в начале мира ибо негде сказано о седьмом не так и почил бог в день седьмой от всех дел своих еще здесь не войдут в покой мой и так как некоторым остается войти в него а те которые прежде возвещено не вошли в него за непокорность так еще определено некоторый день ныне говоря через давида после столь долгого времени как выше сказано ныне когда услышите глаз его не ожесточите сердец ваших ибо если бы иисус навин доставил им покой то не было бы сказано после того о другом дне посему для народа божьего остается субботство ибо кто вошел в покой его тот и сам успокоился отдел своих как и бог от своих здесь мы видим несколько вариантов павел говорит о покое во христе павел говорит о субботнем дне павел говорит о покое который иисус навин не доставил израилю потому что они начали завоевывать землю и речь идет о вечном покое когда мы успокоимся от всех земных своих работ и дел но один важный аспект я не буду говорить о всех скажу об одном о седьмом дне павел здесь четко упоминает и говорит что еще сказано о седьмом дне важность вопроса субботы в то время стало тоже остро как и сегодня когда многие люди говорят что это не важно не столь актуально то павел говорит посему для народа божьего остается субботство дорогой друг суббота она была от начала земли и она будет и вечности тоже тот пророк который говорил об иисусе говорил о его страданиях о его жертве о том же какую силу будет иметь жертва иисуса в этом мире и в другом мире также он говорит такие слова о седьмом дне субботе я прочту это будет исайя 66 глава 22 стиха ибо как новое небо и новая земля который я сотворю всегда будут при лице моим говорит господь так и будет семья вашей и имя ваше тогда из месяца в месяц из субботы в субботу будут приходить всякая плоть при лице моё нам поклонение говорит господь здесь мы видим обетование субботнего дня в вечности что всякая плоть это не будет выборочно это не будет один народ ходит другой не ходит это будет всякая плоть будет приходить в вечности на поклонение господу да благословит тебя господь познать и увидеть какую силу и могущество сокрыл бог в этом седьмом дне какой преобраз она имеет шесть дней и седьмой день господу точно так это будет вечность которая будет всегда с господом где мы будем поклоняться ему во веки веков да благословит тебя господь аминь аминь а а а а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok